Город тонет в талых водах. Резкое потепление и смешанные с дождем снег усложнили ситуацию. Коммунальные службы не успевают выкачивать воду и вывозить снег. Пешеходам тем временем не сладко. Добраться до работы и в школу стало очень сложно. Наша съемочная группа узнала, как службы ЖКХ справляются со сложившейся ситуацией. В результате обильной воды и осложненного передвижения по городу образовались огромные пробки. Подобная картина наблюдается как в центре города, так и на окраинах. Пешеходам перейти дорогу без резиновых сапог стало просто невозможно. Река не город. Венеция. Так много воды в такое время года. Ужас просто. Пешком ходить сложно. Машины проезжают, брызгают. Пройти подальше от дороги тоже не вариант. Там под снегом вода. Новая обувь вся мокрая. Всю ночь шел дождь. Идти невозможно, если честно. Мы везде опаздываем. Так тяжело. Ноги разъезжаются в разные стороны. Под снегом вода. Я не вижу, чтобы коммунальные службы работали в полную силу. Ни одной снегоуборочной и водооткачивающей машины не видела. Между тем, сегодня по городу работает 89 водозаборных машин. 50 из них ведут работы в центре города. Остальные по заявкам на окраинах. Однако коммунальные учреждения не успевают за обильными осадками и таянием невывезенного с улиц города снега. А если температура воздуха поднимется еще на пару градусов, неизвестно, чего можно будет ждать от потока воды. Да, это было непредвиденное обстоятельство. По данным Казгитромета, такого сведения не было. Чтобы до 6 утра было дождь и с обильным снегопадом. На сегодняшний день на городской полигон вывезено около 190 кубов, 1000 кубов полигон. И эта данная работа продолжается в Шанхай. Район Шанхай полностью уже вывезен. Москва, район Москва мы сегодня полностью закончим. Район Курмыш данная работа продолжается. Осталось там около 15 улиц из 36. И район ГМЗ остался 8-9 улиц. Кроме снегоуборочных и водозаборных машин по городу задействованы мобильные бригады, личный состав ДЧС и 8 мотопомп. Динара Абдуалеева, Душан Жасулан, Телеканал Ак-Тубин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова